Конница тем временем заходит в тыл, здесь у нас идет заруба, копейщики, мечники, еще алибордисты, если я не ошибаюсь, рваются и конница пошла мясо, просто мясо жесть! Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы с вами начинаем играть в потрясающую линейку стратегий Total War, и начнем мы со стратегии Total War Warhammer. Наша эпоха полна тьмы и крови. Боги жестоки, а мы их игрушки. Но это не игра. Это вечная война. Война, где победителю достанется старый свет. Победы жаждут многие, но лишь один народ будет увенчан лаврами. Из бесплодных земель катится зеленая лавина орков и гоблинов. Ее надо остановить. В Сильвании вновь пробудились мертвецы. Во главе легионов нежити встали графы вампиров. Королевства гномов, пришедшие в упадок, возрождаются под властью Верховного Короля. В сердце Старого Света стоит Империя. Пусть Карл Франц докажет, что достоин молота. А еще есть хаос, который скверняет и изменяет все, чего коснется. Выживет лишь сильнейший. Грядет война. Она вечно. Меня уже несколько человек бы просили начать играть в эту игру. Вообще линейку Total War. Соответственно, я уже много раз упоминал о том, что я очень люблю стратегии. Но все как-то вот не доводилось мне начать к прохождению какой-нибудь стратегии на моем канале. И я решил это исправить и начать прохождение Total War Hammer. Давайте новую компанию. Большая компания. Готовьтесь. Миру содрогается под ногами бесчисленных армий марширующих горнила Вечной Войны. Большой компанией вам предстоит возвысить свою расу над мерзавцами, узурпаторами и многочисленными врагами, стоящими на пути к победе. Проявив государственный и полководческий талант, вы сможете взять в свои руки судьбу всего Старого Света. Отправляйтесь навстречу Вечной Войне и Мамолетной Славе. Ну что же, за кого мы с вами будем играть? У нас есть Империя. Гномы. Зеленокожие. Ха-ха-ха. Орки. Графство вампиров. Воины Хаоса. Что это такое? Познакомьтесь еще с ближе с Total War Hammer. Воины Хаоса. Я не знаю, что это такое Воины Хаоса. И Зверолюды. Я впервые играю в эту игру, ребятушки. Честно, это мой первый запуск. А, доступная раса. Соответственно, здесь мы можем нажать только Далее. Окей, погнали. Или мы можем за всех пройти? А, мы, наверное, можем за всех пройти, да? За два с половиной тысячелетия Империя превратилась в несокрушимый бастион на пути сил разрушения. Ее со всех сторон окружают враги, даже некоторые боги мечтают сравнять ее с землей, но Империя не сдается. Поддерживаемая неукротимым стремлением человечества не только выживать, но и процветать. Основу ее армии, возглавляемых доблестными полговодцами, составляют отряды превосходно обученных воинов, поддерживаемых чарами магов и мощью боевых машин. Недавно на престол взошел новый Император, которого не поддерживают многие курфюрсты, и именно сейчас на севере снова сгущаются тучи. Карлу Францу предстоит сделать многое, объединить Империю, защитить ее границы и вернуть процветание ее жителям. Двухпостая комета снова перечеркнула небосклон, станет ли ее появление добрым или дурным знаком. Условия победы. Здесь есть победа в быстрой кампании и победа в длительной кампании. Ну давайте, безусловно, возьмем длительную. Так, хорошо. Особенности. Что с особенностью? А почему, почему сложность средняя? Как сложность изменить? Я хочу изменить документация, чат, выбор расы. Секундочку. Низкая, средняя, средняя, высокая, средняя. А, вот оно как. То есть я здесь, я здесь не могу изменить сложность, да, получается? Получается так. Ну ладно, предположим. Ого, на картинке такой прикольный танк или что это такое? Ну что ж, далее. Император Карл Франц. Лидер фракции, сильный лидер и воин ближнего боя. Может получить доступ к уникальному транспорту, летающему грифону, смертокогтю, яростному в бою. Дополнительная отряд и сложность легендарная для истинных ценителей реализма. Вы не сможете сохранить игру вручную и отдавать приказы, приостановив битву. Ха-ха-ха. Нет, это слишком круто. Давайте на очень высокий, на легендарный. Ну давайте, давайте на легендарный, почему бы и нет? Хе-хе-хе-хе, мучиться так пополней. Окей, описание. В настоящее время империей правит Карл Франц, князь Альтодорский и Курфюрст Рекланский. Его называют великим правителем, гениальным стратегом и бесстрашным командиром. Подобно древнему богу Зигмару, император лично возглавляет своих солдат, круша врагов в державы своим легендарным молотом. Нет никаких сомнений, что Карл Франц является одним из величайших полководцев своей эпохи. Не сгибаясь под тяжестью огромной ответственности, он в первых рядах сражается с теми, кто хочет расколоть на часть его любимую империю. Начать компанию, ребятушки. Погнали! Барабаны войны не утихают. Старый свет в огромной опасности. fenis Для объединения империи Величайший из держав людей Нужен Сильный правитель Ого Не кисло так Ох, а графика какая классная Графика просто супер Пока боги сражаются за судьбы мира Я вношу свой скромный вклад В эту борьбу Служа Новому императору Даже сейчас Мы вынуждены Спешить в столицу Безумный ракник Паучий коготь Собирается штурмовать Альтдорф Мой господин Карл Франц По праву владеет Гхалмразом Но чем обернется Его правление для империи? Возвышением Или же гибелью? Вернувшись из путешествия по Рейкленду Недавно карнаунный император обнаружил Что его столицу Альтдорф Осаждает какие-то гоблины верхом на пауках Внутренние дела тоже оставляют желать лучшего Миденхайм недоволен А на юге началось полномасштабное восстание Франц должен быть предельно осторожен Один его неверный шаг может расколоть империю Мой повелитель Угроза зеленокожих устранена Но борьба за власть Только начинается Империя вновь охвачена гражданской войной Раскольники недовольные вашим приходом к власти Пытаются отделить одну из южных провинций Выступайте, сокрушите их и восстановите законную власть На севере Борис Хитрый из Миденхайма Ваш главный конкурент на прошедших выборах Открыто заявляет о своей враждебности Если вы решите объединить империю Схватка с ним и его мидденландскими волками будет неизбежной Империя окружена врагами Но вы, князь Альтдорфский Величие у вас в крови Пускай же Хильденхаммер гордится вами Безусловно Я думаю, что нами будет гордиться, ребятушки Ну что ж, мы с вами играем на легендарном уровне сложности Это значит, что у нас Каждое завершение хода автосохранение Будет сохранять в одну и ту же ячейку игру То есть, если мы сделаем ошибку какую-то критическую То мы, собственно говоря, на этом и запоримся с концами Так, соответственно Давайте-ка смотреть, что у нас есть с вами Я вообще видел, как в эту игру сражаются Сражаются на ютубе Но вот по поводу строек Я как-то еще не очень уверен, что здесь к чему Учебный плац, да? Учебный плац, казармы Казармы, давайте сразу строить Во-первых, это раз Во-вторых, я так понимаю, что нам нужно напасть на врага Секундочку Хельден... А, Хельмгард Нужно напасть на Хельмгард Или вообще куда-нибудь Ну-ка подожди, задание Нападите на врага Разгромите в бою армию, принадлежащую этой фракции Имперские раскольники Ты имперский раскольник? Да, ты имперский раскольник Тебя можно, в принципе, напасть Это что такое? Общий порядок подробностей сейчас, бла-бла-бла Карабург Провинция какая-то, да? Но... Она не наша, я так понимаю, провинция Или наша Сведения о гарнизоне Никаких сведений, в принципе, нет Копейщики, копейщики Мы просто ничего не знаем об этой местности Хорошо, понятно У нас есть только наш Альтдорф Замечательно И наш, естественно, безусловно Наш герой Нанять отряды Давай мы тебе немножечко Наймем отрядов Что значит общие И что значит, общие? Общий резерв Найма формируется из отрядов Предоставляемых Всеми вашими постройками За вычетом некоторых Элитных отрядов Войска из него Можно нанимать Любых В любых провинциях А местные Местный резерв Найма формируется Из отрядов Предоставляемых Постройками провинции В которой находится армия Войска из него возможно наймать только в этой провинции Хм, ну давайте наймем Мечников Один ход, один ход И здесь, а, здесь два хода, да? Ага, ага, тихо Эй, я не хотел нажимать Тогда это уберем Хорошо И соответственно нам нужно с вами пропустить ход Казна Все понятно, налоги, содержание армии Пропускаем ход Пошло сохранение Так, у нас Вот оно, сохранение, оно, я так понимаю Будет все время сюда сохраняться Ой, я надеюсь, что я не нарублю сейчас дров Общий порядок подробностей Сейчас минус 3, изменение за ход минус 1 Военное присутствие 9, постройки 2 Сложность минус 8 Налоги минус 4, у нас за сложность Еще вот порядок нарушается, понимаете? Ага Так, ну ладно, войска мы с вами Наняли? Войска мы с вами наняли Ну и пойдемте атаковать этого Друга сразу Сразу в бой Сразу в бой Чего тянуть? Как тебя зовут? Гельмут Лизингов Хорошо, что у тебя есть Гельмут Ну, в принципе, у нас войска Превосходят его по численности Вы напали на имперских раскольников Хорошо Хорошо Итак Я так понимаю Так как мы с вами нападающие Мы должны, соответственно Мечники, у вас щиты есть? Ну, должны же быть, да? Да, мечники Свежие, уверенные в себе Ух, какие бравые ребята Соответственно Давайте-ка Мы с вами их будем расставлять Если я все правильно понимаю Расставляется все дело вот так вот Да, давай в три ряда Бамс Есть, отлично Отлично Сюда Отлично Раз Мечники Где у меня еще мечники? Я же нанимал мечников-то еще Вот они, да Растянем их вот так вот Еще в три ряда Что-нибудь типа того Вот Так Вот Есть Ну ладно, предположим И вы идете вот сюда Черт Но мне тут не нравится Как вы немножко повернуты Мне не нравится Как вы повернуты Вот так вот Во Вот теперь ровненько Отлично И вас я еще немножко растяну Надо до трех рядов Мне надо Получилось четыре Я хочу их такой Шеренгой пустить Я не знаю, насколько это хорошо Я думаю, нормально Есть Вот так вот Отлично Сейчас, честно говоря Я, ребята Я толком не разглядывал Ничьих таких боев Ну, чтобы прям, знаете Серьезно Прям так Подробно Так Смотрел, как люди сражаются И все Это у нас Пистольеры Наш герой Герой пойдет здесь Арбалички так Вы так Алибардисты Алибардисты Вы будете прикрывать сзади Вот так вот пойдете Кто у нас здесь с вами? Копейщики Наши копейщики Хороши против Конницы Но так как у врага нету Конницы Конницы есть у меня Я вас по краям сделаю Конницу сюда Начать битву Выдвигаемся Пойдем Выдвигаемся Потому что у врага Я уверен Что есть Я даже туда подкатить камеру не могу Зараза Я даже камеру туда подкатить не могу Представляете Ладно, давайте сразу побыстрее Ускоримся Так, ты будешь на единичке Вы будете на двойке Черт, вот так вот на двойке Вы на тройке Пускай будете Вы на четверке Пять Шесть Семь Это можно расставить По быстрым клавишам Через контрл Все войска Стопе 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 Один Так, 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 так Ну что Начинаем Пошли 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 О, у меня скорость плохая стоит Большая очень Это я зря так сделал-то на самом деле Ну ладно, бог с ним Давай, давай Вы сюда Вы сюда Вы сюда Давай, давай, давай Конница пошла поверху Конница пошла поверху Где они? Здесь Эти где? Здесь Я понял На нашего лорда напали Это плохо Лорд Лорд идет назад Тихо Все время медленное Медленнее время Медленнее 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 Давай, конница В бок И сразу в арбалетчиков Заряжай Ничего, ничего Все будет хорошо Давай Давай быстрей Что у нас здесь происходит? Идете, атакуйте Арбалетчики Стреляем сюда Арбалетчики сюда Пистольеры сюда Конница здесь Конница здесь устроила просто мясо Вражеских арбалетчиков атаковала Где наш лорд? Наш лорд Ну-ка Вот, вражеский лорд Давай, наш лорд против вражеского Руби, руби, руби Бегом сюда, я сказал Ребятки Бегом, 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 бегом И давай Давай, давай, давай Во фланг, во фланг, во фланг И стреляй по ним Что здесь происходит? Все Этих выбили Отлично Молодцы Давай, давай В тыл заходи Вот сюда лучше Погнали в тыл им Вы-то что так медленно идете? Арбалетчики, бегом Арбалетчики, бегом Что у нас там с лордом? Лорд наполовину Смотрите, смотрите, что творится Лорда сносят Вражеского лорда снесли Отлично Отлично Их лорд пытался уйти Но его снесли Просто смяли Где он? Я его просто потерял Они пытаются бежать И это победа Это просто Это просто Блестящая победа Совсем немного Потеряли мечников Ну-ка, не давай им отступать Куда? Ну-ка, обстреливай Не давай им отступать Не давай, не давай, не давай Гони их Гони Давай за ними Ты посмотри, посмотри Они пытаются во все убегать, а? Вот ведь гады Куда? Куда вы бежите, а? А здесь что, бой еще до сих пор идет? Что вы здесь зацепились? А, они здесь с кем-то сражаются Они не... Они, смотри, они не дают им убежать Они не дают убежать ни в какую А что вы-то стоите? Стражайтесь Сражайтесь Здесь наша конница нагоняет вражеские войска И начинает их просто прессовать Вообще же скач Молодцы, молодцы, молодцы Никого нельзя отпускать Никого нельзя отпускать Нельзя вражеского героя отпускать Где наш... Где наш герой? Он преследует этих воинов, да? Отлично Это кто? Это вражеский лорд, да? Он сбежал Гельмот Лизенгорф Сокрушенный Он сбежал Ах ты гад Ну-ка, допреследуй их Добьёшь? Что здесь вообще? Шестерых осталось Ба-бам! Пятеро Ха-ха-ха-ха-ха-ха На нафиг Трое Отлично Двое осталось Давай-давай-давай-давай-давай Добивай На нафиг Есть! Отлично Все, никого здесь не осталось Он всех добил Ну все, бог с ними, заканчиваем бой Вы одержали верх, поле боя усеяно вражескими трупами А те, кто уцелел, трусливо бегут под раскатиться и смех наших богов, окей Сохранить повтор не будем, у нас все записано Итак, что у нас получилось? У нас было 632, потери 77 У него было 429, 9 потери просто сокрушительные Осталось 61 солдат, у него воин остался Решительная победа, замечательно И получена добыча 154 золотых, спасибочки Чуть такой талисман камень удачи, я не знаю, что это за зверь Повышение ранга до второго Говорят, что с камнем удачи можно ненадолго обмануть саму судьбу Сопротивление физическому урону 10% Ого, прикольно, ребят, прикольно Так, им у нас 61 пленные, что мы с ними сделаем? Казнить Дисциплина плюс 4 Потому что если мы их не казним, если, например, мы деньги возьмем То у нас помилование пленных Люди неохотно вступают в вашу армию Скорость восстановления потерь минус 5%, понимаете? Давайте лучше дисциплину А этот попытался от нас убежать, да? Враги готовят новый удар Атакуйте первыми, чтобы не дать им собраться с силами Разгромите в бою армию, принадлежащую имперски Понятно И у нас повезелся уровень у нашего лорда Налоговая ставка Сбор подойти сам по себе неблагодарный труд А в души он может стоить жизни Спорщик пошли на налоговую ставку Плюс 12% Это провинция Я понял Если вы хотите править долго и успешно Вам следует поторопиться Подданные империи должны твердо знать Что неподчинение карается самым жестоким образом Захватите Грюнбург и подавите сопротивление Как думаете, ребятушки, у нас выйдет с вами захватить Грюнбург? Я прям даже в замешательстве Что у нас с сохранениями? Давайте посмотрим Какой у нас сейчас ход? Вход второй, да? Если я загружу То есть я гитву-битву пропущу, да? И... Ну, атаковать-то я его не могу же, наверное, или могу? Гельмут зловещий шрам Он не хочет мне подчиняться Вот ведь гад, а? Ага Секундочку Кстати Осталось ходов в пять Казнив пленников, захваченных в недавней битве Бойцы этой армии чувствуют себя увереннее Сведения о персонаже Как тебя? Простые доспехи, простые доспехи Как тебе повысить уровень-то? Очки навыков один Секундочку, а где? А, во, вот сюда, наверное, да? Мастерство защиты Фехтование Это не только рубящие и колющие удары Но и блоки Парьирование и финты А, мастерство защиты Защита в ближнем бою Плюс пять Угу Ну давайте возьмем Пускай будет Будем его разбивать Так, секундочку Во-первых, я хочу зайти в мой город И нанять лорда Пускай будет у нас Флигматик Симпатичное лицо Необычный шрам Это что такое? Это зачем? Дисциплина противника минус два Текущий опыт Так, тактика навыки Стратегии Пошли не ранга Что это дает? Общий порядок плюс один Обзор на карте плюс пять Ранг по наниманию героев Призвел бы их Давайте я хочу Возьмем Бориса Имельшильдера У него Общий порядок плюс один Я его найму Нанять Так И он у нас будет Просто сидеть Охранять Альтдорф Потому что я не знаю Что может произойти И мы ему наймем этих солдат Отлично 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 А ты можешь его догнать? Скажи мне Ты можешь его догнать? Прямо сейчас Нет, он не может Все, нам не хватает ходов Это с какой-то стороны хорошо Потому что сейчас мы завершим с вами ход Происходит ход врага И у нас произойдет сохранение Он куда-то чесанул от нас Это на самом деле плохо Несмотря на недавние победы Кое-кто в Альтдорфе мутит воду Настраивая народ против вашей власти Примите меры Чтобы предотвратить бунт Хорошо, понял Общий порядок в следующих провинциях должен быть не ниже 10 Рейхланд Я понял А у нас минус 9 Блин, а вы что издеваетесь? Как я сейчас повышу? Нужно обстроить? А как строить? Строительство невозможно требуется Избыток населения 2 Что такое избыток населения? А пока что... Так-так-так-так Избыток населения Текущий избыток населения в провинции Его можно потратить на улучшение главной постройки населения Ходов до избытка 2 Ааа, вот оно Ходов до избытка 2 Так, все, это я понял Хорошо Технологии Технологии Что мы будем в технологиях учить? В каждом отряде империи есть строгий, усатый сержант Поддерживающий дисциплину своим командным голосом Плюс 2 Для новой имперской пехоты Опыт отрядов Так, дисциплина плюс 5 Скорость плюс 5 Для имперской пехоты Нет, давайте сержанта возьмем Давайте возьмем сержанта Пускай будем изучать сержанта Жалко сохраниться, нельзя Хе-хе-хе Я люблю сохраняться Так, что у нас здесь происходит? Грюнбург Грюнбург, 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 Грюнбург Сведения о гарнизоне Риснем здоровье Ха На панели подготовки, которая появится перед началом битвы Перечисляются различные варианты действия Например, немедленная атака или отступление Узнаете назначение каждой из кнопок Бла-бла-бла, это я понял Что здесь? Сражаться Снять осаду, автоотчет Окружить Вместо того, чтобы пытаться штурмовать население Поселение, ваши войска окружат его И будут ждать действий противника Я боюсь, что противник придет на помощь С какими-нибудь отрядов пришлет, скорее всего Ладно, у нас есть с вами автосейв Давайте попробуем атаковать Что будет происходить, я без понятия Окей, вот наши арбалетчики Пистольеры Мечники сюда Копейщики по центру Мечники сюда Ты идешь Эй, ты идешь сюда А, лебордисты Ну, пускай сюда идут Копейщики сюда идут Конница Идет сюда Что у нас? Где у нас враги? Я врагов просто не вижу, да? Враги где-то здесь, скорее всего, спрятались Их просто не видно Рискнем здоровьем Что еще делать? Я правда боюсь, что придет подкрепление И потом может меня выбить Ну, я сейчас потрачу очень большое количество солдат И это, возможно Очень негативно для меня скажется Но у меня есть автосохранение И я надеюсь, что Переживем Вон они Они выдвигаются в мою сторону или нет? Жаждут боя Жаждут боя Не шибко понятно, что происходит Мы пока выходим на возвышенность Я хочу захватить эту возвышенность И попытаться атаковать их с этой возвышенности Командир Ваши отряды могут маскироваться среди деревьев Да, я знаю! Окей, ладно Обычную скорость Раскидываю всех по цифрам Для легкости управления Итак, конница Давай в ту сторону Попытаемся зайти конницей Где-нибудь с фланга Или с тыла Все, атакуем Всеми войсками Ну что, ребятушки Погнали 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 Вообще Нужно бы, конечно Разместить здесь На возвышенности Арбалетчиков И попытаться оттуда Обстреливать Так Мне кажется Они зашевелились Кого бы из вас Атаковать? Ладно Пошли по центру А там видно будет Все Все по центру А там уже разберемся Арбалетчики 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 Так Алибардисты Все вперед Ребят А, блин Что-то мне как-то здесь неудобно На четверке выбранной Я поставил и Арбалетчиков И алибардистов И Блин Жесть Ну-ка давай по-другому поставим Вот так вот Отлично Все Все в атаку Блин Вот у них все-таки Разная скорость Передвижения Я еще к этому Абсолютно не привык И поэтому Не знаю точно Кто с какой скоростью Идет Все Вижу Они на меня Выдвинулись Отлично Арбалетчики Стреляют с высоты Вот Ну Ладно Давайте атаковать Конечно Можно было бы Основные войска Попытаться назад Оттянуть И дать арбалетчикам Подольше пострелять Но правда Скорость Трибуник Не такая высокая Все Заруба понеслась Отлично Пистольеры В этих стреляют Давай-ка мы их куда-нибудь Пистольеров На фланг Всех остальных В атаку Эй-эй Герой Давай-давай-давай-давай Давай В атаку Карл В атаку Так Конница Заходит с фланга Давай куда-нибудь В тыл ее отправим Вы зашли с фланга Отлично Пистольеры зашли Фланга Давай стрелять Стрелять по копейщикам Я так понимаю Что пистольеры Не могут стрелять Через своих Поэтому приходится Их заводить куда-нибудь С фланга Или с тыла И обстреливать врага Иначе они становятся Абсолютно бесполезными Конница тем временем Заходит в тыл Здесь у нас идет Заруба Копейщики Мечники Еще алибордисты Если я не ошибаюсь Рываются И конница Пошла Мясо Просто мясо Жесть Молодцы Молодцы Где-то смяли Не знаю Почти половину войска Почти половину отряда Здесь у нас что происходит Окей Карл Франц сражается Здесь у нас Силы примерно равны Но пистольеры Делают свое дело Правда не все стреляют Давайте немножко подальше Поглубже их передвинем Чтобы они стреляли Арбалетчики Арбалетчики стреляют По дальнему отряду Он уже все Он уже поймал Дизмораль И отступает Отлично Отлично Давайте вот эти войска Сюда перекинем Франца Франц заходит с тылу Разносит их Раскидывает Просто в щепки Просто в щепки Здесь пистольеры Это просто сокрушительнейшая победа Мне кажется Ребятки Да Они побежали Отлично Эти копейщики побежали Победа Супер Просто супер Блин А мне нравится Какая же игрушка забойная Ну Я думаю Что можно Можно заканчивать бой Здесь все бегут Конница преследует Но Главная цель Выполнена Захватить Город И выбить гарнизон Это мы все сделали Окей Окончить бой Вы одержали верх Поле боя усеяно Вражескими трупами Отлично А кто уцелел Тут вдруг слева бежит Что у нас по потере У него 275 У меня 71 Мне нужно обязательно Будет прикупить себе Новых войск Получена добыча 127 Шикарно Что-нибудь еще Знамя Штандарт лезвия Что это такое Воины над которыми Реет штандарт лезвия С легкостью разрубают броню И пронзают плоть врага Урон сквозь доспехи Плюс 10 И ранг повысился Да Замечательно Потеря 71 Потеря 450 Аа Все остальные пленные Ааа Наконец-то Оборона пала Мой господин Теперь судьба Уцелевших защитников В ваших руках Мы можем разграбить Я понял Я понял Я понял А мне только нужно Поподробнее понять Что здесь Разорить Да Заберите себе Все его богатство Окупировать Разграбить И занять Вы получите Вы получите доходы Грабежа Но постройки В поселении Будут повреждены И все пленные Будут отобращены В рабство Общий порядок И дипломатические отношения С предыдущим владельцем Существенно ухудшатся Какие у нас с ним Блин Че вы говорите Все пленные Будут отпущены Вы миром Назаймете поселение Разорите Вы не захватите Поселение Но заберете его богатство И повредите постройки Все пленные Будут убиты Разрушить Все постройки В поселении Будут преданы Огню Нет уж Давайте Нам нужно Нам нужно Ребятушки Нам нужно Сражаться С орками Вампирами И прочими А не разрушать Свои собственные поселения Так что мы его просто Окупируем Да? Да Захватите Грюнбург Вольный город Грюнбург Защищен Относительно слабо Его захват станет Посланием всем Кто сомневается В вашей власти Захватите Окупируйте Следующее поселение Грюнбург Сделано Казна плюс 1000 Учитывая Огромные расстояния Между основными Городами И замками империи Важность концов Наши В ней трудно Переоценить Дальность перемещения По картике Компании Плюс 6 Генец Отлично Я понял Урон сквозь доспехи Штандарт лезвия Отлично 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 Ваша держава Растет и процветает Но в мире Осталось еще Много зла Империи Все еще раздроблено А зеленокожие По прежнему Не дают нам покоя Более того Ходят слухи Что на востоке Поднимает голову Скверно Несмерти Будьте бдительны Ваше величество Вот о чем я и говорю А если бы мы сейчас Здесь все разрушали И всех уничтожали С кем нам потом Воевать против нежити Окей Расколота держава За выборами Нового императора Всегда следует смута Недовольные курфюрсты Делят власть А держава распадается И ее объединение Священная обязанность Вновь избранного правителя Для начала Вам нужно подчинить себе Всю территорию провинции Оккупируйте Разграбьте разорители Разрушите не менее Двух разных поселений На данный момент Всего ноль из двух Я понял Фу Наши агенты докладывают Что мид Денхайм Выслал войска В помощь раскольникам Перехватите эти отряды И покажите Борису Что вы Единственный хозяин Рейкланд Я понял Сепаратисты упорствуют Своим желанием Делиться от империи Они обратились за помощью К своим северным союзникам И те тайно прислали им подмогу Разведчики догладывают Что их войска Сосредотачиваются В лесу кровавых сосен Нанесить удар Пока они не превратились в полноценную армию Награда развязящий меч Нанят герой Альдорфа Боевой маг, я понял Здесь, да? Секундочку, но Мы можем здесь кого-нибудь нанять себе? Так Что это значит? Мечники выбрать Распустить Переименовать Объединить выбранные отряды А я могу так вот Объединить бунц Распустить Распуск отрядов Да Теперь мечники Нанимаем мечников Нанимаем арбалетчиков И... А что это такое? Копейщики щиты О, отлично, копейщики щиты Наняли, все Один ход надо ждать Так Грюнбург Что мы можем сделать? Что мы... Сбор налога Избыток населения 0 Ходов до избытка населения 1 Ходов... Все понял, все понял, все понял Ничего не можем построить В принципе Требуется избыток населения 1 И это мы тоже построить не можем Сведения о гарнизоне Угу А как гарнизон увеличить? Не знаю Мы можем сюда нанять лорда Необычная непреклонность Самообороны героя Шанс Ранить противника Андреас Залар Ага, я понял, я понял, я понял Все Он у нас еще будет и... Денежки каждый ход забирать Но все равно наймем По Скай Он здесь будет Он нам нужен И будет здесь стоять Он здесь просто будет стоять И ничего другого не делать Заканчиваем ход У этого персонажа есть неотраченный... Да, я знаю Просто заканчиваем ход Мы ему наняли войска Что здесь происходит? Мой господин Враги вторглись на ваши земли И убивают мирных жителей Собирайте армию Пусть они дорого заплатят За свою дерзость Ах он гад Он совсем с ума сошел Так, сокрушительный натиск Некоторые существа Столь сокрушительны в натиске Что под их ногами Содрогается сама земля Хм А это что? Вдохновляющее присутствие Влиять на дисциплину Плюс 5 Понял? Опыт Дальность перемещения по карте Плюс 10 Да нет Но это мне не поможет в бою А вот усиление натиска Плюс 6 Это мне поможет в бою Отлично Вот только ладно Это наверное мы уже возьмем еще раз Селенокожие Примитивная раса жестоких варваров Не способных думать ни о чем Кроме драки Имея дело с ними Держите оружие на готове Я все понял Я все понял Ну наверное с ними мы со всеми Будем разбираться уже в следующем выпуске А на этом давайте этот выпуск оканчивайте Надеюсь что вам понравился Если так пожалуйста ставьте лайки Не забывайте подписываться на мой канал Чтобы не пропустить новые выпуски Советы, предложения и всякие подсказки Приветствуются Удачи друзья Пока Надеюсь что вижу вас в следующем выпуске Продолжение следует... Продолжение следует...